Заканчивается государственная программа социальная защита и содействие занятости на 2016-2020 годы. И сейчас уже разработан проект новой государственной программы социальная защита на 2021-2025 годы. Одной из подпрограмм этой программы является безбарьерная среда. При разработке новой государственной программы наиболее актуальным вопросом стала необходимость соблюдения комплексного подхода при обеспечении безбарьерной среды. Ведь обычно безбарьерная среда ассоциируется с устройством пандусов у подъезда в наших домов. Однако пандус это лишь часть обеспечения доступной среды для человека с инвалидностью. Потому что пандус позволяет попасть в подъезд дома, однако инвалиду необходимо еще обеспечить беспрепятственный доступ и в квартиру, если он проживает на более высоких этажах. Кроме того, комплексный подход к обеспечению безбарьерной среды предусматривает обустройство доступности по всему маршруту следования для человека с инвалидностью. Потому что выходя из дома человека с инвалидностью необходимо попасть или в аптеку, или в торговый объект, или в любое другое учреждение, где оказывают услуги для всего населения. Кроме того, среди людей с инвалидностью ведь есть разные категории. Это люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, это люди с нарушением зрения или не слышащие люди. Поэтому именно комплексный подход обеспечивает доступность для различных категорий людей с инвалидностью, а также для физически ослабленных лиц, для которых доступная среда не менее важна.